Урок ОБЖ 3 класс, тема урока «Стихийные бедствия природного характера». Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть вызваны землетрясением, наводнением, ураганом, бурей, смерчем, оползнем, цунами, извержением вулкана, циклоном. Землетрясение – это движение земной коры, вызванное толчками снизу. Мы живем в разных домах – это деревянные, кирпичные или панельные. Более устойчивые дома при подземных толчках – деревянные. Самые безопасные места в доме при землетрясении – это углы стен, дверные проемы, санузлы. Правила поведения людей, если землетрясение застало дома. Вам необходимо отключить газ, электричество, дойти до безопасного места, защитить голову от падающих предметов, успокоиться самим и успокоить других, не пытаться покинуть здание до окончания подземных толчков, не стоять возле окон. Правила поведения людей, если землетрясение застало на улице. Вам необходимо отойти на открытое место, не стоять под мостом, козырьками домов, электропроводами, не возвращаться в дом, пока землетрясение не закончится. Ураган – это очень сильный ветер, скорость которого больше, чем у мчащегося автомобиля. Смерч – это сильный ветер в виде вращающегося столба. Правила поведения людей при урагане. Необходимо спрятаться в надежное укрытие. Это может быть подвал, погреб или подмост. Защитить глаза, нос, рот от песка и земли. Не прятаться под деревьями, электрическими проводами. А теперь поговорим о наводнении. Жители, которые попадают в зону затопления, заранее предупреждают об опасности. О приближающемся наводнении люди узнают из сообщений по радио, телевидению. Правила поведения людей при наводнении. Вам необходимо выбраться из воды. Подняться на высокое место. Это может быть чердак, крыша или верхние этажи. Не терять надежды на спасение. Размахивать тряпкой, чтобы заметили спасатели. А ночью можно светить фонарем. Если попали в воду, ухватиться за падающие предметы. Пожар – это не случайность, а результат неправильного поведения. Нужно быть очень осторожным с огнем, внимательным, помнить об опасности, всегда соблюдать правила. И беда обойдет стороной. Правила поведения людей при пожаре. Если пожар небольшой, его можно затушить водой или накрыть плотным одеялом. Нельзя тушить водой горящие электроприборы. Если в доме много дыма, нужно низко пригнуться, прикрыть нос и рот мокрым полотенцем и двигаться к двери. Нельзя оставаться в помещении, где начался пожар. Нужно быстро оттуда выйти и позвонить на 101. Животное, помогающее находить и спасать людей во время бедствий. Правильно, ребята, это собака. Как называется ветер разрушительной силы? Правильно, ребята, это ураган. Профессия представителя чрезвычайной службы. Правильно, спасатель. Как называется сход снежной массы с гор? Правильно, лавина. Обильное выпадение осадков в зимний период времени. Конечно же, ребята, это снег. Назовите мне одну из причин наводнений. Конечно же, это дождь. На этом наш урок подошел к концу. Какой была тема нашего урока? Что больше всего запомнилось вам? И с каким настроением заканчиваете наш урок? Продолжение следует. Продолжение следует...